Привет, друзья! Пока не ушло солнце, у нас есть буквально полчаса, чтобы записать полезное видео для женщин, мужчины. Я вам сочувствую, если вы сейчас это осмотрите. Попрощаемся! Блин, я, по-моему, шовинистка, и там аж три самолета вылетает сейчас. Уи-и-и! Надо вам срочно показать. Короче, вот один, два и вот маленький три, если вы его видите. Вот они прямо сейчас летят. Круто! Мне кажется, это симпатично выглядит. Еее! Как три кометы. Ладно, вернемся. Да ладно, не уходите, может, вам тоже будет интересно, на что женщины тратят свои деньги. Окей! Я покажу вам свои аксессуары с Алиэкспресс до 500 рублей, которые я купила. Можно сказать, это будет ожидание и реальность, потому что некоторыми штуками я даже не пользуюсь. Чуть не глаз себе не выкалывала. Ибо они очень красивые на картинке, но, к сожалению, мне не очень идут. Может быть, с моего типа лица, я не знаю. Ну, короче, давайте приступим. Первое, с чего я начну, это будут серьги, потому что я их ношу, и, в принципе, они мне все подошли. Все эти серьги использую, люблю. Все эти серьги стоили до 500 рублей. Вот. Господи, хочу пошутить, но сдерживать, чтобы не задеть чувства, так сказать, верующих. Все равно задела. Да, тут как не употребить, все равно заденешь обязательно чьи-нибудь чувства в нашей стране, поэтому... Пес! Ну почему ты приходишь сюда? Ач, иди сюда, иди ко мне, иди ко мне, иди мой мальчик. До гостяк у меня такой черненькое пятнышко. Ты мой хороший, садись, садись тут. Короче, вот эти серьги, они достаточно вычурные, конечно, их не ко всему оденешь, но, честно говоря, если ты очень простое платье или что-то... Не лежи полы! Блин, ну лежит пол, как наркоман какой-то. А ведь они не сахарные. Сидеть. Молодец, умница, сидеть. Короче, возвращаемся. В общем, эти серьги очень... Ау! Упали все серьги. Создают, в принципе, сразу какой-то интересный элемент в образе, акцент. Я такие штуки люблю, и, в общем-то, эти серьги у меня, не знаю, не сразу приглянулись, когда я их увидела. Ссылку даю внизу. Сколько они стоили, не помню. Сколько конкретно они стоили, я не помню, но, в общем. Их можно с чем-то сдержанным одевать и... Там, я не знаю, волосы тоже убирать, чтобы они не спорили друг с другом. Ну, короче, это крутая штука. Ушел песик. Жик. Следующие серьги. Блин, на самом деле, это... Какой-то у меня был бзик на кресты. Я вообще считаю, что это очень симпатичный, достаточный элемент в плане стиля крест. Не надо никак с верой это связывать и так далее. Это лишь элемент. В дизайне очень много такого тоже. И, в принципе, все красиво смотрится. И не надо этому придавать никакого другого смысла. Вот, пожалуйста, следующий лот. Вот такие крестики. В принципе, можно использовать с повседневным тоже нарядом. Они смотрятся очень прикольно. И тоже придают маленький... Ну, немножко блеска к образу. Что-то в этом немножко дерзкое есть. Мне нравится. С белым золото. С белым нарядом золото очень хорошо. Очень симпатичное сочетание. Я вообще практически ни с чем другим золотой не люблю. Только с белым. И золото терпеть не могу. Следующий лот, как обычно, это крест. Точнее, в эту серию крестов. Вот, завершающий лот. Правда, с черным не очень хорошо. Но, в общем-то, вот такие тоже перевернутые кресты. Он даже, наверное, как... Он, наверное, даже как элемент покруче будет. В плане того, что когда он перевернутый, он посимпатичнее смотрится. Классная штука. Можно одевать с курткой-кожанкой. Добавлять брутальности в образ. Хотя я люблю сочетать женственность и брутальность. Нахожу это более интересно. Ладно, с этим... С сережками мы закончим. Самая неинтересная, на мой взгляд, часть. Блин, у меня там есть чокеры, но я не уверена, что с вот таким горлышком, который я сегодня надела, будет круто показывать. Ну, попробуем. Тогда с чокеров и начнём, да? Я, наверное, попробую закатать свою шею. You can tell him, push him. Ну, окей, типа так. Ну, начнём с чокера, который, наверное, самый простой. И его не обязательно заказывают на Али... Блин, надо не шерстеть. Начну с чокера, который самый простой. Его не обязательно заказывать на Алиэкспресс, потому что он действительно достаточно простой. Это шнурочек замшевый, чёрный. Завязывается... Он тоже брутальный, но завязывается в такую... Нежную. В нежный бантик. Вот сейчас вы ничего не видите, по сути, да? Ни-який. Надо надевать что-то белое. Ну, либо что-то контрастное. Ну, в общем... Не знаю, но я, на самом деле, с тоничкой ожидания и реальность в моём случае я не получила. Или я не могу завязывать нормально. В общем, я не получила то, чего ожидала. Скажем так, вот этого же прикольного образа, который у девушки. Ну, вы видите, да? Блин, как-то ужас, капец. Я сделала поменьше. 18 часов. Ну, вот так. Дальше идут чокеры, которые меня, в принципе, порадовали. Например, вот этот чокер двойной. Да, тоже надо на другое. Блин, I'm so sorry, что я опять... Симпатичная штука, мне нравится. Ну, тоже, опять же, если здесь женственное платье будет какое-то, вот это немножко такая рокерская штучка добавит огонька. Ну, простой чокер, я не знаю, есть смысл даже примерять или нет. Это вообще, в принципе, к любому наряду подходит. Это такого же типа чокер, но он здесь с моим достаточно любимым элементом, узнаваемый всеми планетой. Вообще-то мне нравилось, но сейчас я смотрю, у меня такое ощущение, что я собачка с медалинчиком потерявшись. Но всё равно. Так, следующий чокерный лот. Это такой чокер с заявкой. Его можно уже надевать с классической одеждой спокойно и дополнять, ну, даже не дополнять, а завершать образ с претензией, что называется. Так он выглядит. Gentle Impulsion Cheeks. Ну, опять же, я бы вам показала нормально, но я же оделась. Вот так это выглядит. Тоже на голой шее, очень красиво смотрится. Мне нравится. Я бы поставила ему 10 из 10. Я максимально оттягиваю момент, когда придётся вам показывать такие цепочки для волос. Они мне очень нравятся, и, конечно, я с ними обожглась, и полагаю, что многие девочки тоже. Но, опять же, может быть, у кого-то лицо такое вытянутое. Мне, к сожалению, или к радости не такое. Поэтому они мне не идут. Но придержим эту интригу, и об этом по позе. Идём дальше. В принципе, в тему цепочек, чокеров и так далее, вот такая цепочка с Юпитером тоже. Мне нравятся такие детальки, когда в образе ничего нет, и одна маленькая такая блестящая штучка со значением. Мне кажется, это очень забавным. И если взгляд останавливается, ты видишь и уже понимаешь о человеке чуть-чуть больше. Единственное, что могу сказать, как вы видите, она поменяла цвет со временем. Немножко вот, уже не такая серебряная кое-где. Поэтому можете рассчитывать на то, что у вас тоже качество, конечно, хромает. Вот эти, кстати, штуки хорошо показывать на чёрном платье. Кое сейчас на мне. Но единственное, что это тоже штуки такие для вырезов, когда есть вырезы. Вот эта штучка должна быть на вырезе на спине. Вот так она вниз доходит. Если у вас, например, платье с большим вырезом, я покажу вам спереди, чтобы вы видели. Вот тоже на шее это выглядит вот так. Вы можете подтянуть, можете под самое горлышко, куда-нибудь вам... Вот, то есть у вас такая нежная деталька. А на спине это выглядит вот таким образом. Ну, сейчас у меня без выреза платье, поэтому я не хочу переодеваться. Всё равно придётся переодевать. Ну, в общем, выглядит это вот так. То есть до самой поясницы такие три. Три кристаллика таких на пояснице и завершаются. Точнее, на спине и завершаются вот таким кристалликом на пояснице. Мне кажется, это очень симпатично. Ещё из этой области. Мне вообще нравятся такие минималистичные украшения, которые не призваны оттягивать на себя внимание. Но когда их замечаешь, то закрадывается маленькая улыбочка. Где-то в уголок рта. Так, вот второй. Сейчас мне собака съест всё. Текст, 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 текст. Это у нас что? Блин, пока разберёшься. Есть прикол один с тем, что на Алиэкспресс, когда заказываешь, круто смотреть на картинку, потому что из кучи цепочек, которые тебе приходят, надо потом соврать то, что ты заказал. Ну, в смысле, понять, как же это использовать, одевать правильно. Надевать правильно. То же самое практически, только это для выреза впереди. Если у вас вот такой вырез. Тоже свисает тут где-то. В общем, симпатичный. Я нахожу это симпатичным. Лаконичным. Симпатичным. Так. Я показывала уже в одном из видео прическу с вот этими двумя заколочками. Они в стиле веточек сухих. Мне, честно говоря, очень сильно нравится. Можно заплетать и, в общем-то, вплетать как-то это в голову. В общем, тут все ваши фантазии, как говорится. Я в косичку вплетала. Но, опять же, вариантов много. Как, например, в ожидании, как здесь. Вот у нее круто тоже сделано. В принципе, тоже можно заплесить такую прическу и использовать эти две заколочки. Можно заказать и больше. Там они отдельно заказывают. Отдельно вот эту, отдельно вот эту. Там еще один вид есть. В общем-то, можно их много заказать. И прям целый куст на голове сделать. А че фу! Вот и закончились мои разнообразные возможности для того, чтобы отдалять этот момент. Момент настал. Вот эти классные штуки, которые были на Алиэкспресс показаны. Вот они у меня. Выглядят они действительно круто. Интересно он здесь делает. Да, в фокусе. Вот. Вот как это применено на девушках. Посмотрите. И, собственно... Не знаю. Я, конечно, разные варианты искала. Но я так не нашла золотую середину. Для того, чтобы... Как-то... Как-то грамотно это на мне висело. Короче, видите? Чуть ли не, блин, уже мне мешает. Я уж не знаю, как там можно... Как будто макароны свисают. А, блин, в глаз попало. Макароны свисающие. Я не знаю. Можно, конечно, попробовать как-то натянуть. Ближе там сделать. Но, опять же... Вот, как вы видите, на мой вкус, взгляд, что-то не лежит как-то. Штука интересная. Может быть, я бы куда-то её и надела. Может быть, я не знаю. Надо с каким-нибудь, там, парикмахером это делать вместе. Как-то или более пышно волосы делать. Вот сейчас я сокращу цепочку. Попробую сделать поменьше. Но тогда она совсем на макушке будет торчать. Ну, короче... Главное, если ты наклоняешь голову, то вся композиция рушится. В общем, идея хороша, реализация как-то хромает. Но, в общем, надо куда-нибудь. Или не надо. Я подумаю об этом. Она уже год, наверное, или полтора у меня висит. Я всё думаю об этом. Но, как все мы женщины, заказав одну штуку, которая не подходит для головы, я заказала другую штуку, такого же типа, подумав, ну, не повезло один раз. Может быть, повезёт в следующий раз. Не везёт нам в карты. Повезёт в любви. Подумала я и заказала ещё раз такую штуку, немножко другую. Она тоже для головы, тоже такого же типа. Сейчас я её и попробую надеть. Ну, окей, давайте разделим пробор на два, как в исходных данных. Всё круто, если в профиль. А если так, то опять прилизанная какая-то голова. Какие-то вещи... Ну, понятно, что торчат волосы, это всё можно сделать. Ну, в общем, не знаю. Коса, может быть, какой-нибудь. Ну, конечно, надо закрепить, потому что нифига она не держится. Там какие-то придётся заколки. Я и волосы пыталась вытаскивать, и ещё что-то. Ну, в общем, блин, она очень крутая, но не для моего лица. В общем, как-то я не нашла её применения. Не нашла. Ну, хорошо, хорошо. Давайте попробуем по-честному совсем. Жиг, расчешем пробор. Посередине. Девочка с примерно пробором посередине. Самое смешное это надевать. Вот, по логике, вот эта золотая цепочка идёт по пробору, да? И что, вам больше нравится? А вот стало ещё хуже. Не знаю, клёвая штука, но... Реальность хуже ожидания. Не вытираемый волос. Верну свой пробор. Ещё одна штука, которая мне, в принципе, нравится, но почему-то я её не использую. Это такая цепочка. Тоже для придания достаточно такого брутального образа в какой-то женственный, либо наоборот, для поддержания ноты брутальности. В общем, такая цепочка, которая надевается сверху, но полностью от шеи. Я такая рукерша прям вообще. Вот, потом на руки тоже вот так. Ну, с этим платьем, наверное, не вариант. Не самый хороший, точнее, вариант. Здесь точно так же. И вот. Нет, что-то я намотила сейчас. Так, блин, из дома не выйдешь. Три часа будешь думать, как эту фигню сделать, блин. Кажется, уже солнце село, пока я разбиралась с этой штукой. Блин, ну что-то в этом есть, конечно. Это надо подбирать под одежду. Я вот, опять же, сейчас выбрала что-то нейтральное, просто чёрное платье. Когда я вам показываю, так сказать, ожидание, картинку из Алиэкспресс, вы видите, как это можно использовать. И, в принципе, может быть, это вас больше вдохновит на покупку. На покупку, на покупочку мою. Да-да-дам, всё. В принципе, я многое покупала давно. И, возможно, где-то уже битые ссылки, и нужно будет искать. Но, в целом, я уверена, что это ещё точно можно всё найти на Алиэкспрессе. Есть ещё вот такая штука, но, мне кажется, нужно надеть что-то другое, чтобы вы поняли, как она будет выглядеть. Но просто, если я надену это на другую штуку, например, на майку, это будет ещё смешнее. В общем, начинается это, как всегда, с такого типа чокера. Вот так вот. Не закачу. И, думаю, будет, не знаю. Вот, потом на груди вот такой, под грудью, точнее, крестик. Вы можете сказать, что это вот так оно закрепляется сзади. Эта штука не связана с БДСМ, несмотря ни на что. Какой-то брутальности в образ. Можно утянуть, в принципе. Можно, в принципе, утянуть так, как вам подходит больше. Ну, короче, тоже. Это можно на что-то контрастное надевать, и будет получше выглядеть. Вы можете подобрать для себя абсолютно разные варианты всех этих перекраиваний своего тела, одежды. На самом деле, некоторые люди, я видела в комментариях, используют это и для, типа, как в качестве нижнего белья, там, тролливали, ну, в смысле, там, каких-то игр и так далее. Мне кажется, это прикольный элемент для одежды. В общем-то, друзья, вот и всё. Я показала вам все мои на данный момент аксессуары с Алиэкспресс до 500 рублей, которые я покупала. В принципе, я плюс-минус всем довольна, чем недовольна уже указала. Делитесь своими штуками. О, нет, я вам не показала ещё кое-что. Но для этого мне нужна рубашка. Придётся всё-таки переодеваться. Достала рубашку, извините, я её не погладила, потому что мне нужно по-быстрому вам просто показать ещё эти штучки, уголки для воротничков рубашки. Одену сразу на платье. Добавить кеды, и так бы я тоже пошла гулять спокойно. Ну вот, допустим, да? Совсем другой человек. У меня есть уголки более классические для классического какого-то более-менее серьёзного наряда и более смешные уголки для более неформальных встреч. Начнём с более серьёзных. Вот такие уголки золотые тоже добавляют просто немножко блеска образу. Уголки можно настроить. Как-то, чтобы они были на одном уровне. Ну, в общем. И уже что-то интересненькое. Текс. Мои неформальные уголки. Ну, это было вот так. Это была фудияма с маленьким облачком. Точно так же она прикрепляется и держится. Вот, друзья. В принципе, лёгкий способ для того, чтобы немножко разнообразить свою одежду. И для этого не обязательно покупать новую одежду. Достаточно наполнить что-то аксессуарами свой гардероб. И уже ваш стиль немного более интересный. Стоит это, как вы поняли, достаточно недорого. И каждый может себе позволить. Поэтому welcome. Делитесь тоже своими идеями. С удовольствием посмотрю или послушаю. Может быть, у вас из этого что-то есть. Особенно меня интересует, если в своей жизни вы применяете вот эти штуки на голову. Потому что я их очень люблю и хочу, блин, носить. А вот они меня не любят и не хотят, блин. Ну, если ничего я с ними так и не придумаю, то их надо просто, блин, кому-нибудь отдать. Честное слово. Ну, в общем, вот так. Вдохновляйтесь, объединяйтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok